Накануне в правительстве округа состоялся семейный совет Югры. Он проходил в формате видеоконференции и пообщаться с губернатором смогли также представители Сургутского района. По традиции, в честь Дня семьи, любви и верности Наталья Комарова вручила награды землякам, внесшим наибольший вклад в развитие семьи, культуры и общественной жизни. После церемонии глава округа рассказала о планируемых проектах. Например, программа «Вместе за достойную медицину» разработана для улучшения системы здравоохранения. Появилась она в США и за несколько лет позволила почти на четверть снизить уровень смертности американцев от врачебных ошибок. Не так давно западный опыт переняли и москвичи. Коллеги из столицы вместе с Натальей Комаровой презентовали собравшимся новую социальную интернет-сеть, где пользователи смогут предлагать новые идеи для улучшения качества медицинского обслуживания. Пациент, потребитель медицинских футболок сможет высказаться об их качестве, предложить новые сервисы, пути улучшения медицинского обслуживания, указать на недостатки в работе учреждений конкретного доктора и сестры, работника медицинского учреждения. Мнения, высказанные на народной площадке, подскажут экспертам, в каком направлении должна развиваться отрасль. Также на семейном совете был рассмотрен и вопрос оздоровления детей в летний период. Ежегодно в лечебных учреждениях округа курс лечения проходит порядка 16 тысяч юных югорчан с хронической патологией. Губернатор отметила, эффективность этих оздоровительных мер порой достигает 90%, позволяя предотвратить дальнейшее развитие заболеваний. Такое внимание к детям, по ее мнению, не должно ослабевать. Продолжение следует...